привет youtube привет подписчики и гости моего канала в общем видосик сегодня пойдет а вот этих чудесных тисочках трубных времен советского союза раньше не стоили вот 4 рубля 80 копеек выкупил я их на металлоприемки наказался как говорится в нужное время в нужном месте иначе либо и бы переплавили либо кто кто-то другой бы их просто также выкупил в общем сейчас поставлю видосик как это случайно произошло уголок мощнейший вот какая-то фигня станок что-то зажимать может взять вместо тисов зажимать трубу до какую-нибудь квадрат отлично чё наверно заберу выбора короче нет выбора нет абсолютно и соответственно теперь они у меня обошлись они мне в 650 рублей то есть на вес выкупил их на вес так применение им нашел просто уйма уйма применения сейчас покажу какие варианты ну понятное дело трубу зажимать до кругляк в основном зажимает отлично по сравнению с этими старыми тисочками кстати раньше они стоили 11 рублей значит и что хочу сказать когда зажимает трубу она и зажимает на 6 точек то есть здесь 2 здесь 2 и вверху 2 6 точек держат и трубу и не дают ей провернуться там либо еще что да так начать стоковом состоянии здесь родные отверстия выбил шплинты которые здесь были и вставил такие болты которыми головки прикручивают на автомобилях по крайней мере на вазах сюда вот подходит стоковом состоянии труба квадрат 80 на 80 что я сделал я просверлился чуть выше это чугун литье просверлился чуть выше и теперь сейчас это все покажу сюда подходит труба 100 на 100 она как раз между стойками никуда не упирается все это зажимается капитально ну соответственно и кругляк уже побольше можно зажать вот меняется положение очень быстро я их даже не фиксирую достал болты и поднял поднял вот пожалуйста 100 на 100 заходит зажимается если что-то габаритное надо положить до чтобы не пропускать это все дело вот таким образом стесочки что-то положил обратно ставил и зажал но это не самое интересное это так кто не знает что никогда их не видел как я допустим сейчас буду работать с полуосями обрезать полуося вот понятное дело что она полуося имеет конус вот таким образом зажимать ну зажимается да можно в принципе работать можно зажать вот таким образом до за фляне схватить но можно еще использовать вот эти тисочки элементарно просто зажимаем трубные тисы в обычные слесарные тисы да я уже начинаю прям выражаться научными терминами короче тисы в тисы вот гайки отпустил чтобы они вращались вот такая штука получается то есть полуось уже держится за счет шести точек опоры здесь здесь и здесь никуда она уже не денется не провернется не выскочит в общем в любой точке можно ее зажать хоть вот так она вот даже послабил и она уже не падает просто дожимаем ее где нам надо вот можем и укоротить соответственно то не можем а будем укорачивать если нарезать шлицы очень удобно поставил приварил этот концевик да наоборот и нарезай шлицы чуть-чуть провернул и дальше нарезай шлицы в общем мега удобные тисочки это один момент другой момент может такое случится что нам что-то нужно поставить вертикально да то есть ну на примере даже вот этого кардана покажу вот нам надо его как-то зафиксировать вертикально чтоб там с ним как-то поработать я не знаю там ну это чисто для примера может еще какие-то там деталюхи отличный вариант вообще выручат на аж бегом просто меняем положение тисов зажимаем их сбоку здесь сюда здесь упираем чтобы их не вывернула вот в эту часть все все проходит мимо верстака можем развернуть хоть в эту сторону соответственно хоть в эту сторону в общем как удобно зафиксировать и работать для примера возьмем кардан абсолютно на любой высоте где удобно с ним работать там может шлицы вот эти вот вваривать в него до поставил как угодно спокойно вварил на любую вышину спилить там что-то болгаркой спилил никаких проблем с этим нет также можно сюда полуось понятно что с трубами все это дело будет работать с кругляками с квадратами там с арматурой это само собой я занимаюсь пока другими вещами на данный момент зажимаем полуось так же можно как сваривать так и нарезать шлицы как-то обрабатывать я не знаю значит сделал под тесы вот такую площадку из старого диска сбороны вот приварил два мощных уголка сюда это уголок 8 миллиметров толщиной который спиливал спереди на раме ну раньше кто видел видосы знает спереди на раме стояли не по бокам они уже были с отверстиями сверлить мне не пришлось по диаметру они точно такие же в общем сейчас прикручиваю тесы и смотрим ну собственно вот что можно зажать в эти тесы когда они находятся на земле мост чудесным образом зажимается зажимать можно аж вот в этом месте это я так прикрутил для удобства чтобы показать вчера он был намного длиннее видосы я вчера скидывал на мой второй канал кому интересно можете зайти посмотреть как я вчера его расчехлял тут разбирал зачищал в общем этот видос по этим тесам уже есть но на втором моем канале кстати мужики кто там подписан вам всем приветище спасибо за комментарии за советы юра шайбочки подложил вот пять миллиметров выиграл и в любом положении абсолютно в любом положении можно зафиксировать мост и заниматься с ним заниматься с ним разбирать очистить собирать его когда уже полу оси будут укорочены спокойно поставить редуктор поставить полу оси взять вот эти флянцы также их прихватить потом это все дело разобрать и обварить вот такая мега крутая штука получается даже можно схватиться за редуктор сейчас покажу вот таким вот образом при этом флянец абсолютно свободный ну то есть когда мост целый на нем допустим стоят колеса просто подкатил и все колеса снял полу оси масло слил вот она сливная пожалуйста подставил канистрочку или там что там баклажку любую масло слил все полу оси достал дальше схватился за чулок редуктор вверх снял очень мега удобная штука кто-то скажет а как засовывать да там через барабаны там мужики ну блин капец у меня же здесь они расшплинтовываются сейчас если не выпадет они живут расшплинтовываются мост накатил и поставил также буду волговский мост разбирать зажму абсолютно он весит сто килограмм что его по земле там елозить тем более поднимать на верстак ну капец он тяжелый в общем будем прощаться мужики кто не подписан на второй канал вчера там не знаю видосика 3 загрузил поэтому заходите подписывайтесь обязательно колокольчик ставьте чтобы не пропускать видосы возможно я к вам буду обращаться видео ответ какой-нибудь дед давать на ваш комментарий вот как то так поэтому всем пока всем удачи с вами был санек еще увидимся и с и и и и и